Коммершиал Рео Стейт Ньюз Цифра недели – 1 миллиард 223 миллиона рублей. Именно столько арбитражный суд Москвы постановил взыскать с петербургского девелопера «Макромир» в пользу Сбербанка. Этот кредит банк выдал в 2006 году на 10 лет, но в ноябре 2008 года девелопер перестал обслуживать долг. Всего Сбербанк пытается отсудить у «Макромира» долги на общую сумму 5,5 миллиардов рублей. Коммершиал Рео Стейт Ньюз Похоже, арбитражный суд Москвы становится главным ньюсмейкером. Арестованы счета и имущество дочерних компаний «Мирекс Групп» по иску Альфа-Банка. Сегодня арест наложен на денежные средства или иное имущество, принадлежащее ОАО «Международный центр» и зао «Мирекс Сити» в размере более 240 миллионов долларов. Именно эта сумма была переуступлена кредит-свиз Альфа-Банку. Альфа-Банк сообщил, что ответчики не принимают никаких действий для погашения задолженности, а их финансовое состояние только ухудшается. Нельзя назвать арест имущества крайней меры, потому что он принимается обычно для того, чтобы сделать невозможным увод имущества в ходе судебного процесса, чтобы когда истец получит исполнительный лист, ему еще было против чего взыскать этот исполнительный лист. Соответственно, если истец может доказать в суде, что ответчик предпринимает или может предпринять какие-то меры по выводу имущества и составу активов в компанию, то суд удовлетворяет такое ходатайство об аресте. Тем временем Сергей Полонский обвиняет Альфа-Банк в планомерном захвате активов «Мирекс Групп» и пишет открытые письма партнерам и инвесторам. За год нам не удалось привлечь ни одного банковского кредита на стройку, а за последний месяц продать ни одного квадратного метра недвижимости. Данная ситуация делает невозможным дальнейшее финансирование строек, написал Полонский в своем блоге. Участники рынка уверены, что ситуация вполне поправима. Главное, чтобы бизнесмен научился вести переговоры. «Мирекс» не ведет конструктивного диалога с кредиторами о реструктуризации своей текущей задолженности. Безусловно, Альфа и иные подходы к работе задолженностью. То есть это абсолютно цивилизованные подходы, это абсолютно компетентные, это высокий уровень компетенции в разруливании таких проблемных ситуаций. И если с Альфой не входят в комфортный диалог, то Альфа начинает предпринимать меры. Конечно, Полонскому сейчас не хватает просто первоклассных, грамотнейших финансистов с девелоперским опытом, которые могут разобраться во всем портфеле и рекомендовать ему, а далее согласовав с ним, выйти на банк, на других иных кредиторов. Тем временем город рассматривает возможность выкупить недостроенные объекты «Мирекс». Фраза из письма господина Полонского «Если нам суждено утонуть, мы это сделаем с высоко поднятой головой» заинтересовалась Мосгордума. Банкротство для «Мирекс» – это появление большого объема недостроя. А этого, по словам чиновников, город не потерпит. С началом 2009 года всеобщая паника сменилась затишьем. Теперь рынок полностью меняется. К примеру, новым основным владельцем военторга стала группа компаний «Нафтоко» Сулеймана Керимова. В октябре ФАС удовлетворила ходатайство компании «Тандум Лимитед», о приобретении «Файард Лимитед», который принадлежит почти 100% военторга. Но в чьих интересах действовала «Тандум Лимитед» было неизвестно. Ранее военторг принадлежал группе АСТ Тельмана Исмаилова. Сейчас люди, знакомые с ситуацией, утверждают, что все представители АСТ вышли из совета директоров. В прессе помимо военторга активно обсуждался вопрос закрытия черкизовского рынка. Но сам факт того, что этот прецедент возник, сам факт того, что рынок наконец отобрали, вдруг выявив какие-то нарушения, которые и так были известны уже на протяжении многих-многих лет, вдруг вот сейчас решили решить эту проблему, так же как вдруг как-то военторг решили так вот приобрести, наводят на размышления о том, что здесь все это имеет какую-то определенную взаимосвязь и на более высоких уровнях, нежели просто на уровне Исмаилова и Керимова. Сумму сделки стороны не называют. Однако эксперты говорят, что универмаг обошелся на автоко примерно в 300 миллионов долларов. До кризиса объект стоил около 650 миллионов долларов. Для покупателя это отличный шанс приобрести знаковый объект, один из лучших в Москве, который через несколько лет подорожает очень сильно по интересной цене. А для продавца это в связи с определенными проблемами, которые он испытывает в данном случае в России, то это продать объект, соответственно, получить за него деньги, пусть не такие большие, как он мог бы через три года, но зато это выйти, продать бизнес и получить все равно адекватную сумму, адекватные наищенные условия. Инвестиции в проект составили 140 миллионов долларов. Здание с таким выгодным местоположением всегда будет востребовано арендаторами, считают эксперты. А после окончания кризиса его стоимость будет только расти. Еще один проект, связанный с группой АСТ, уже не один месяц обсуждают все. 19 августа московские власти объявили о начале сноса постройок Черкизовского. Журналистам был продемонстрирован демонтаж первого павильона. Однако демонтаж оказался показательным. Ни о каком масштабном сносе речи не идет. Для того, чтобы расчистить всю территорию, потребуется 4 года. Эксперты говорят, вряд ли теперь власти допустят создание такого же монстра на территории города. Однако о переходе к цивилизованной торговле речи пока не идет. Ряд клиентов, которые планировали в свое время рынки переделать, именно из рынков перейти в более цивилизованные торговые центры, то сейчас пришли люди с черкизовского рынка, и они фактически просто достроили свои ангары больше, поделили на эти секции. То есть рынок, он как таковой, так и остался. Поэтому людям, которым нужна цена, качество мало интересует, то есть им есть принцип, куда податься. Будет более-менее цивильно, так, цивилизованная, что называется, торговля. Но вот самих, я чуть сомневаюсь, что сами рынки, то есть в Москве, но может быть это как-то благородит в регионах, я думаю, что все как было, так и останется. Собственникам всегда есть соблазнность все-таки работать с рынками. С закрытием черкизовского у ритейлеров появилась большая возможность диверсифицировать бизнес и открыть направление формата эконом. Приток покупателей гарантирован. Сейчас многие из них уже готовы снижать цены, хотя о создании нового, очень дешевого бренда пока не слышно. Часть ритейлеров, которые имели, на самом деле, с моей точки зрения, в докризисный момент сложности с позиционерами, они говорили, у нас одежда среднего уровня, но тем не менее, делали высокие наценки на одежду посредственного качества. Вот они сейчас действительно опускаются вниз по цене. И это видно по многим компаниям, у них просто ценники стали дружелюбнее для покупателей в магазине. То есть, действительно, они снизили цены. Они снижают цену, у них повышается оборот. Если они этого не делают, люди просто идут конкурентом. Сейчас вот между недорогими брендами одежды сейчас действительно идет более ожесточенная борьба с покупателем. Москве никогда не удастся полностью отказаться от рыночного формата, говорят аналитики. Для того, чтобы сделать торговлю более цивилизованной, хотя бы убрав все рынки под крышу, понадобится несколько лет. Обзор событий лета смотрите 1 сентября. С 4 сентября смотрите репортажи CRN News с ProEstate. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова